Александр Сергеевич Пушкин. Повести Белкина. Отрывок из произведения барышня-крестьянка «Славная выдумка Лизы». Лизе было 17 лет. Глаза оживляли ее приятное лицо. Она была единственная и сведевательно балованная дитя. Ее резость и поминутные прохазы восхищали отца и проведили в отчаянии ее мадам Мисс Шаксон. За Лизу уходила Настя. Она была постарше, но столь же ветрена, как ее барышня. Глаза очень ее любили. Открывали ей все свои тайны, обдумывали вместе с ней все свои затеи. К слову, Настя была в селе Прилучине лицом гораздо более значительнее, чем любая наперстница во французской трагедии. Позвольте мне сегодня пойти в гости. И столь, а куда? В Тугилово, к Берестовым. Поварова жена у них именинница. И вчера приходила звать нас отобедать. Ах вот, господа в ссоре, а стоки друг друга угощают. А нам какое дело да господ? К тому же я ваша, а не папенькина. Мы ведь еще не бронились молодым Берестовым. А старики пускай себе дерутся, коли ему это весело. Постарайся, Настя, увидеть Алексея Берестова. И расскажи мне, хорошенько, каков он с собой и что он за человек. Хорошо, постараюсь. Настя обещалась, а Лиза походила по комнате, ожидая ее возвращения. Вечер Настя обернулась. Ну, Лиза Летта, Григорьевна, видела молодого Берестова, нагляделась довольна, целый день были вместе. Как это? Расскажи, скажите, по порядку. Избойтесь, пошли мы я, Алексея Егоровна, Немила, Дунька. Хорошо, знаю, но потом... Погодите, расскажу все по порядку. Вот пришли мы к самому обеду. Комната полна была народу. Были Комбинские, Захарьевские, приказчица с дочерьми, Хлупинские. Хорошо, знаю, но потом... Погодите, вот мы сели за стол. Приказчица до первого месте, а я побей ее, а дочери надулись, да мне наплевать на них. Ах, Настя, как ты скучна с вечными своими подробностями. Так как же вы нетерпеливы? Вот вышли мы из-за стола, сидели мы часа три. И обед был славный. Пирожное блан-монжер, синее, красное и полосатое. Ну, вот мы вышли из-за стола и пошли играть в горелки. А молодой барин тут и явился. Ну, правда ли говорят, что он так хорош с собой? Удивительно хорош. Красавец, можно сказать. Стройный, высокий, румянец во всю щеку. Право. А я так думала, у него лицо бледное. Ну, что ж, каков он тебе показался? Печален? Задумчив? Что он? До такого бешеного я сроду не видывала. Вздумал он с нами в горелки бегать. С вами в горелки бегать невозможно. Очень возможно. Да что еще выдумал? Поймает, и ну целовать. Воля твоя, Настя, ты врешь. Воля ваша. Не вру. Я на силу от него отделалась. Целый день с нами так и провозился. И Лиза легла спать с намерением исполнить свое предположение. На следующий день они так и сделали. И Лиза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова